Этот бизнес основала не я сама, это начал мой отец. Они начали в 2005 году с небольшой лаборатории в Минске. И потом уже в 2013 году купили данный тепличный комплекс, в котором сделали лабораторию, питомник и, соответственно, плантации голубики. Труд это достаточно тяжелый. Я занимаюсь финансовыми вопросами, маркетинговыми вопросами, какими-то организационными. У нас работают сотрудники, которые занимаются, например, частью лаборатории, питомника. Есть сотрудники, которые занимаются полем отдельно. Сорта мы заказываем из Польши, либо из Нидерландов. Часть даже у нас есть в ботаническом саду, мы тоже брали посадочный материал. А лаборатория микроклонального раздражения – это просто размножение сортов, которые уже существуют. Ничего нового мы не изобретаем. Это достаточно сложный, долгий процесс. Если ты хочешь поэкспериментировать, этот эксперимент длится 5 лет. Поэтому люди работают на проверенных успешных сортах, а какие-то большие центры выводят что-то новое. Мы просто берем хорошие сорта и их размножаем. Мы стоим возле куста, которому 7-8 лет. С одного такого куста можно собрать от 2 до 5 килограмм. Если говорить про посадку, то голубику нельзя садить во что угодно. Ее обязательно нужно посадить в кислый торф. Он обычно рыжеватого оттенка. Мы делаем такие ямы 90 на 50 сантиметров, засыпаем туда кислый торф и сверху засыпаем щепой для того, чтобы она задерживала влагу и не росли сорняки. Плюс для взрослых кустов, ну вообще для всех кустов мы кладем капельный полив, для взрослых кустов мы даже кладем две линии капельного полива, потому что им нужно очень много влаги. Если у голубики мало влаги, она не дает вкусную, сочную, сладкую ягоду. Мой отец просто вдохновился этим. И потом он увидел, что это высокомаржинальная ягода, одна из самых. Потому что, например, на клубнику и малину, даже если посмотреть в сезон, цена гораздо меньше, чем на голубику. Плюс это относительно новая ягода для Беларуси, была в то время. Вот сейчас тоже до сих пор не все ее пробовали, не знаю, кто такой ягоди. Вот, она вкусная, она красивая, она хорошо сохраняется и она очень-очень полезная. Можно сохранить ее в холодильнике, но у нас нету таких холодильников, есть у других промышленных производителей. Насколько я знаю и предполагаю, не берусь отвечать за истинность, а можно ее сохранить на период до месяца, в зависимости от температуры, условий и так далее. Кто-то замораживает. Например, мы пробовали в прошлом году, мы купили три морозильника и замораживали ягоду. Когда размораживается, у нее, в принципе, вкус. Он не сказать, чтобы такой же, как когда она свежая, но очень приятный и вкус сохраняется. В прошлом году мы собрали 5 тонн, в этом году, я думаю, мы соберем 10 тонн. Вот, дальше уже пойдет по нарастающей. В среднем с одного гектара можно собирать от 5 до 10 тонн. У нас 5 гектар посажено, то есть максимальная наша сейчас производительность может быть 50 тонн.